Анатолий, это опрыжка соцзащиты. Спасибо, спасибо. Второй этап. Разрешите вручить для вас лично от президента. Это конверт для вас. Еще и спасибо за память. Память жива. 95-летие отмечает Людмила Борисовна Соколова. В день рождения ветеран войны получила поздравления и подарки от президента, губернатора, главы городского округа и управления социальной защиты. Трогательная встреча прошла на квартире именинницы. Сергей Викторович Горелов, глава городского округа, тоже лично поздравляет вас. Он передает вам благодарственное письмо и цветы, и этот прекрасный букет, чтобы ваша жизнь всегда была полна. Вы столько вытерпели. Годы войны. После войны восстанавливали народное хозяйство. Все на ваших плечах было, особенно на женских плечах. В 1941 году 17-летнюю выпускницу гидрометеорологического техникума после экзаменов сразу направили в 262-й батальон аэродромного обслуживания 1-й воздушной армии. Армия поддерживала наступление войск сначала с Западного фронта, а потом 3-го Белорусского фронта на Юхновском, Джадском, Ржевском направлениях. Участвовала в битве за Москву, Смоленск, Белорусской, Восточно-Прусской наступательных операциях. Батальон Людмилы Соколовы шел за фронтом. Все это время молодой специалист вела метеонаблюдения, на основе которых составлялся прогноз авиационных полетов. Работа шла днем и ночью. Конечно, нашему поколению пришел очень трудно. Мы шли в победы с потерями большими, но мы не были. Но самое страшное, это когда пошли наступления под Москвой. Мы шли по трубам, зима, снег. Самая злитая молодежь легла в битве за Москву. Людмила Соколова прошла всю войну, награждена орденом Великой Отечественной войны, медалью за оборону Москвы и медалью Георгия Жукова. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова